Ни для кого не секрет, что люди с разных сфер жизни и разных видов спорта использовали те или иные препараты, которые улучшали их силу, выносливость или другие характеристики, для того, чтобы победить своих конкурентов. Все, у кого есть мозг, понимают, что спортсмен пойдет на все ради победы. В этом видео мы разберем с вами аспект данного вопроса в сфере UFC, при этом развеяв ненужные нам мифы и приведем факты. Что такое UFC? На русском это абсолютный бойцовский чемпионат. Спортивная организация, базирующаяся в Лас-Вегасе, США и проводящая бои по смешанным правилам в Северной Америке, Европе и Азии. Любой боец ММА мечтает однажды попасть в эту организацию, так как в ней участвуют лучшие бойцы, получают больше всего денег и перед бойцом открывается множество дверей. В UFC имеется 9 весовых категорий, начиная с 115 фунтов и доходя до тяжей в 265 фунтов, а правила соответствуют объединенным правилам ММА. Эта организация зародилась в 1993 году, а штаб-квартира находится в Лас-Вегасе. Когда вы наблюдаете за UFC, то можно заметить, что там присутствуют различные дисциплины. Например, бокс, каратэ, дзюдо, муай-тай, самбо, рестлинг и бразильский джиу-джитсу. Так что этот вид спорта рос в течение многих лет, и сейчас многие залы имеют у себя в арсенале возможных тренировок и выступлений в стиле ММА. Сложные правила в UFC. Матч может закончиться, когда того требует боец, когда боец в отключке, либо же судья, доктор или тренер решают остановить бой. Также боец может быть дисквалифицирован за неподобающий прием, ну и так далее. Когда матч окончен, трое судей оглашают свои очки за каждый раунд. Таким образом определяется победитель. Проверка на наличие потребления стероидов. Медиа, ресурсы и политики уж больно много говорят о теме применения стероидов, а большинство спортивных организаций от них не отстают. Именно поэтому были придуманы методы проверки спортсмена на наличие и использование фармакологии. Кстати, в 2014 году были проведены реформы и в итоге запретили спортсменам использовать ГЗТ. Так что по итогу некоторым спортсменам нельзя было принимать даже те лекарства, что им приписывал врач. Тем не менее, были случаи неудачных проверок на потребление стероида. Поэтому организация решила ужесточить правила, которые были введены в июле 2015 года. Все 585 бойцов UFC подлежат случайным тестированиям. Кроме того, введены строгие штрафы, а к тех, кто повторно спалится на тесте, будет пожизненно исключен из данной организации. Есть даже шанс лишения титулов. Более того, чтобы убедиться, что подобные тестирования хорошо работают, атлеты должны еще пройти третий тест, чтобы организация знала, где проживать боец в любой момент времени. Так что если тесты не будут соблюдены бойцами, то он будет наказан или исключен. Базовое применение стероидов. По словам бывшего чемпиона UFC Рензо Грейси, почти каждый боец ММА применяет стероиды. Потому что, чтобы быть на том уровне, который сейчас, и чтобы побеждать, их потребление попросту обязательно. Тем не менее, применяются и не только анаболические стероиды. Бойцы еще применяют блокаторы эстрогена, диуретики, эритропоэтин и гормон роста. Помимо всего прочего, у некоторых бойцов был обнаружен винстрол и мастерон. Но, как бы там ни было, эти два вещества не единственные, которые применяют спортсмены в UFC. Также были выявлены положительные тесты на андролон, тестостерон, тренбаллон и даже отдельные оральные стероиды, например, супердрол. Преимущество от использования стероидов. Ни для кого не секрет, что бойцы хотят ловко манипулировать своим весом. Набрать побольше мяса, но при этом не перескочить в следующую весовую категорию, чтобы иметь весовое преимущество в своей же категории. Тогда становится понятно, почему применяют мастерон и винстрол. Так как они могут ингибировать эстроген и снижать задержку воды. В то время как не забывают о ДГТ и увеличивают свою агрессию. Кроме всего прочего, блокаторы эстрогена и диуретики помогают бойцу оставаться в своей весовой категории. Так что их применение в этом случае оправдано. Однако неверные использования диуретиков могут сильно обезвожить организм, что очень сильно истощит спортсмена. Эритропоэтин применяется для улучшения выносливости. Причина, думаю, ясна, так как БС хочет победить его оппонента. Гормон роста же помогает с восстановлением и травмами. А у оральных стероидов есть свои преимущества. Они быстро покидают организм человека. Также есть бойцы, которых поймали с большей концентрацией тестостерона в крови. Соотношение тестостерона с эпитестостероном позволяет быть 6 к 1. Все, что выше, запрещено. Тестостерон – это мужской половой гормон, который может дать преимущество бойцу в виде силы и агрессии. Можно догадываться о применении и других веществ. То есть капли и неистерифицированные гормоны, которые можно использовать непосредственно перед боем. Но их выявить практически нереально. История пойманных бойцов. Комментатор UFC Джо Роган говорил, что более половины бойцов применяют анергенные анаболические стероиды. Интересно то, что если мы учтем все до этого изложенное в видео, то станет ясно, что Джо немного преуменьшил потребление среди спортсменов. Недавно один из величайших бойцов всех времен Андерсон Сильва был задержан за использование мастерона и андростерона. Причиной их применения, по его словам, было в том, чтобы отправиться после повреждения ноги. Ну, мы-то с вами понимаем реальные цели их использования. В конце 2014 года бойцы, такие как Кит Берри, Ник Мохадам и Роберт Дрисдейл были задержаны за использование тестостерона. И, что интересно, это был уже не первый косяк Дрисдейла. А такие, как Петер Халман, Брайан Ортега, Кевин Кейси и Гермен Терадо были пойманы на использование мастерона в 2014 году. Кейси заявил тогда, что он просто хотел немного угоять в весе. Нельзя не упомянуть женщин бойцов, например, Кристиан Сантос, которую поймали на применении Винстрола. В итоге ее оштрафовали, а право на выступление заморозили на определенное время. Ее заявление по использованию тестостерона состояло в том, что она хотела скорректировать вес. В целом, еще было 5 задержаний в 2014 году, не учитывая повышенного тестостерона у людей. И каждый год происходит как минимум одно выявление на использование атлетом чего-либо. Рекордным годом был 2007-й, тогда выявили использование фармакологии аж у 14 атлетов. Ирония судьбы заключается в том, что те, у кого выявили использование АЭС, те и проиграли свои бои. Это должно дать вам возможность понять, что стероиды за вас ничего не сделают. Они не являются самым важным фактором во время боя. Хотя, возможно, оппоненты этих людей были более умными и везучими, что они попались и выиграли бой. На этом все, друзья. С вами был Хьюман, специально для Секреты Про. Еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok